всем привет у нас сегодня гость на канале григорий мерзон или просто гриша привет гриша гриша из 57 школы и mcnmo это же как и я и как и мы все здесь большой фанат олимпиадных и всяких других математических задач гриша тебе слово мы поговорим про перекашивание и про теремы пифагора такой странный сюжет хочется начать вот не с теоремы пифагора с такой совсем простой задачи я не знаю читал ли ты с полу локхарда про плач математика нет но слышал фамилию локхард даже сочетании с именем пол но там вообще про то как нужно учить математике из про самой сэ я рассказывать не буду но там есть такая задача симпатичная про треугольник в коробке вот допустим у нас есть такая прямоугольная коробка и в нее убран треугольник давайте для просты считать что у него нижняя сторона это просто нижняя сторона коробки а противоположная вершина где-то наверху коробки и спрашивается какую долю коробки занимает площадь треугольника капитан очевидность хочет сказать половину но капитан очевидность конечно правильно говорит но наверное проще всего это увидеть так что можно провести можно провести вот такой вертикальный отрезок но до высоты и в левой части половину и в правой части половину площади мы занимаем площадь здесь одинаковое занятое не заняты и тут тоже да ну да так а если он движет как-то сложнее да тут сразу можно такой предложить всем желающим задачу что если треугольник как-то упал в коробку неровно если вот это перекосило то предлагается выяснить он занимает больше половины площади или меньше половины площади или может быть и так и так но вот это даже наверное можно сейчас не обсуждать а я хотел объяснить вот еще одно решение задачи про треугольник из коробки при помощи перекашивания это такая вещь что вот если у нас как-то лежит треугольник в коробке можно начать его перекашивать выглядит это примерно так что можно брать и начать его вот так накренять у него при этом ни высота ни основания не меняется но можно его так постепенно перекосить в прямоугольный треугольник для которого все очевидно такие вот линии да ну да а если бы это было в пространстве то я бы сказал что это принцип кавалерии если бы это было пространство я бы сказал что это принцип кавалиерия да вот такие отрезки на всех горизонтальных прямых во всех этих треугольниках одинаково да то есть можно себе представлять например что если такое рассуждение в духе архимеда что если треугольники сложены из таких маленьких плиточек то эти плиточки просто сдвигаются друг относительно друга но конечно при этом площадь не меняется слушай архимед же был в миллиметре до понятия интеграл но я бы сказал так что архимед пользовался интегрированием как таким способом вычисления площадей объемов но вот интегрирование какие такие суммы бесконечно малых величин у него были но конечно ничего похожего на формулу не минут на лебедце у него не было да а вот вот этого не было так удивительно конечно а про бесконечно малые элементы действительно у архимеда были такие рассуждения поэтому если архимеда бы наверное такое рассуждение удовлетворило. А если вам не нравится, можно думать, как в школе, что у всех этих треугольников одно и то же основание, одна и та же высота. Но можно считать, что предыдущее рассуждение доказывало, что площадь треугольника это половина произведения основания на высоту. Поэтому здесь, конечно, площадь не меняется. Ну да, то есть можно, наоборот, воспользоваться формулой с площадью, чтобы показать корректность вот таких сдвигов, да? Да, что такие сдвиги действительно сохраняют площади треугольника. Ну да, а какой-нибудь заумный человек скажет, что вот здесь как бы, ну, мера, да, мера на вертикальном отрезке, которую мы дообнажаем на длины вот этих и потом интегрируем, она не меняется. Сдвигов и длины тоже не меняются, а если ни то, ни другое не меняется, то интеграл тоже не меняется. Ну, можно разные слова говорить, да, можно думать про какие-то такие матрицы афинных преобразований, у которых апплиги единицы. О, да, 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 кстати, тоже хороший метод доказать это. Ну, не знаю, вот я нередко учу школьников там шестого-седьмого класса, поэтому мне все такие рассуждения делать. Да, 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 лучше так делать, чем так и так. Но, как бы, на самом деле все наоборот, когда я объясняю вот это, я объясняю, что происходит как бы из вот такого прямоугольника, ну, как бы, да, и понятно, что сохранение этих самых площадей. Да, 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 можно прямо вот одно разрезать и сложить. Да, да, вот. То есть это позволяет, вот эти картинки позволяют на самом деле хорошо понять потом уже высокую нормальную математику, в ней все равно базисом, корнями вырастает вот это все. Вот. Вот. Такое, значит, рассуждение про перекашивание, и можно в разных задачах про площади использовать такие соображения про перекашивание. Вот давай докажем теорему Пифагора. О! Теорему Пифагора, я ее обожаю. Вообще обожаю. Ну, ты, наверное, расскажешь потом много разных. Ну, я свое любимое расскажу, вот самое любимое, которое на обложке книги «Математика для гуманитариев» находится. Я такое расскажу. Но я, естественно, буду объяснять, что мое рассуждение самое лучшее. Давай, давай. Я даже поверю, наверное. Или проверю. Значит, теорема Пифагора, она про то, что в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Ну, вот, если мы древние греки, то нужно, конечно, думать не про равенство каких-то чисел, а про равенство площадей. Сказано квадрат. Безусловно. Значит, нужно рисовать квадрат. Это я полностью, да. Поддерживаю. Вот они, пифагоровые штаны, которые почему-то во все стороны равны. Мне всегда непонятно было, кто надевает эти штаны. Какой-то тренок, что ли? Или это гульфик? Это я тебе не могу научить. Вот. Но, значит, вот утверждается, что сумма площадей вот этих двух квадратов... Дети не знают, что такое гульфик, так что не страшно. А взрослые могут это... Им можно это слушать. Вот. Да и детям можно слушать. Но теорема Пифагора утверждает, что сумма площадей этих маленьких квадратов это площадь большого квадрата. Да. Но тогда у любого достойного древнего грека возникает вопрос, что если... Значит, эта фигура должна как-то разбиваться на части, одна из которых имеет площадь маленького квадрата, а другая площадь вот этого квадрата чуть побольше. Если я не ошибаюсь, это холивар про равносоставленность и равновеликость. Начинается, да, в этом месте? Который на плоскости всегда разрешается... Да, вообще есть такое утверждение, что если у двух фигур на плоскости одинаковая площадь, то можно их разрезать на части, что-то такое приложить. Многоугольников, да? Ну, если быть честным, то нужно говорить про многоугольники, и резать мы тоже будем на многоугольники. А то начнется сейчас кто-нибудь шар разрезать на части. Ну, конечно, да, на два шара, да. Вот, но можно действительно пытаться доказывать теорему Пифагора перекладыванием, но обычно там нужно резать на очень большое количество частей. Оказывается, есть простой рецепт, я вот для себя недавно только узнал, хотя это написано вообще в книге «Начало Евклида». Евклид еще доказал такое утверждение, что если провести высоту, провести высоту ее продлить. Она разделит квадрат на гипотенузе на две части. Вот оказывается, что их площади как раз нужны. Вот что вот это, вот эти две площади. Что? Прямоугольников. Вот это равно этому, а это этому? И все? И все. Ёкарный бабай. Мы это сейчас докажем. Вот это да. И вот, блин, зараза, Евклид, я такого не видел еще. Не, я не знаю. Это можно доказывать по-разному, а вот доказательство у нас будет не такое, как у Евклида, а связанное с идеей перекашиваний. А именно нужно сделать вот что. Вот нужно продлить вот эти прямые до пересечения и здесь высоту вот эту продлить. И якобы они в одной, да, будут? Они пересекутся в одной точке. Это значит, можно считать таким упражнением. Нужно найти на этой картинке достаточно треугольников равных, чтобы все получилось. Вот она тут. Вот здесь пересекутся, да. Ага. Надо дорисовать. Вот, отлично. Так. А дальше мы сделаем вот что. Мы перекосим вот этот квадрат так, чтобы одна его сторон стала вертикальной. Получится примерно такая картинка. Получится примерно такая картинка. А, продолжение вот этой линии, да, будет? Оно попадет, когда эта сторона станет вертикальной, она станет как раз продолжением этой линии. Перекашиваем. Тут, правда, возникает вопрос, почему вот эта точка попадет на продолжение этой стороны. Но тоже вот не буду этого объяснять. Так, то есть вот этот вот, мы из этого квадрата сделали этот параллограмм, просто вот сюда. И понятно, что площадь сохранилась. Непонятно, что при этом. Если я ехал, вот, ехал, ехал, сейчас. Да все понятно. Просто ехал, ехал, да ехал. Ну да, ехал. А что тут нужно доказывать, почему? Ну, пока ничего не нужно доказывать. Но последнее, что я скажу, что дальше он поедет вниз. Вот так вертикально вниз поедет, параллельно. Я утверждаю, что вот эта сторона коричневая... А равна по длине, все, я понял, вот это надо доказывать. И вот это хорошо бы доказывать. Вот это хорошо бы доказывать, этот треугольник равен вот этому. Ну правильно. Все, я понял, да. Так, отлично. Нужно еще немножко перекосить его, чтобы он попал как раз вот в этот прямоугольник. Ну, в принципе, и так очевидно, потому что высота та же. И так очевидно. Да, слушай, охренеть. И второй то же самое, да, перекрашиваешься, да? И второе то же самое. Замечательно. Обалдеть. Вот это доказательство. Слушайте, я такого не видел доказательства. И что, и все. Ну и все, терема Пифагора на этом доказана. Да, я под камеру признаю, что это еще более красивое доказательство, чем то, которое я всегда рассказываю. Круто. Вот и последнее, что хотелось сказать, что вот теремы Пифагора все-таки все знают. А что делать, если треугольник не прямоугольный, все проходят в школе, но так... Терема Косинусов называется, да? Ну правильно, терема Косинусов называется, но... И что, ты что, ее сейчас так докажешь? Я вот хочу нарисовать картинку про терему Косинусов. Вот ты сейчас такой сложный рассказываешь про интегралы и сохранение меры, а я умею только про детские картинки. Я просто умничаю. Я не стал математиком нормальным, да? И я все время это комплексую. Поэтому я постоянно употребляю всякие сложные слова, чтобы публику... Вот так вот. Вот, смотри. Возьмем теперь произвольный треугольник. Ну давай будет остроугольным все-таки. Построим на его сторонах квадраты. Ну, такие. Ну, я боюсь, что вот это будет достаточно квадратом для наших целей. Пусть. Вот. Тогда утверждение очень похожее на предыдущее, что тоже можно провести высоты, а не пересекутся в одной точке, как мы знаем. Так. И тогда верно такое, естественно, обобщение предыдущей картинки, что я сейчас одинаковыми цветами заштрихую равные площади. Вот такие части имеют одинаковую площадь. Блин. Вот такие части имеют одинаковую площадь. Блин. А когда вписываешь окружность, вот эти вот равны друг другу, да? Да. Попарно. Это похоже. Что-то очень похожее. Немножко похоже на картинки за вписанной окружностью равенством отрезков. Только здесь отрезки не равны, а равны к расплощади. Ага, сейчас, значит, из-за того, что у нас не очень перпендикулярные перпендикуляры, я не могу сейчас это увидеть сразу, или я торможу. Это должно быть очевидно, да, сразу? Нет, нет, не должно быть очевидно. Это вот такое упражнение для зрителей, перекосить, вот, скажем, этот прямоугольник в этот. Можно так перекосить хитро, что все получится. А если не получается решить упражнение, нужно дождаться... Туда, да, сдвигать? А я тебе не скажу. Если не получается решить упражнение, нужно журнал «Квантик» почитать в 2020 году. О, «Квантик», да, будет? Будет в «Квантике». «Квантик-20». «Квантик-20». Ну, наверное, второй номер. Вот. 2-0-2-0-2. Отличный номер. А последнее, причем же здесь терема косинусов. Ну, тоже вот давайте считать, что это сторона С. Это сторона А, это сторона Б. Вот что здесь нарисовано. Вот здесь нарисовано, на самом деле, что квадрат на стороне С. С квадрат. Да. С в квадрате. Так. Это А в квадрате. Квадрат. Плюс Б в квадрате. Так. Но только нужно еще убрать вот эту рыжую площадь. Рыжую площадь. Рыжую площадь. То получается такая... А-а-а. Так это всегда. То есть это косинус. Ну, всегда. Вот это Б косинус, это А. Это А косинус, это Б. Все. Конечно, всегда. Всегда. Блин. А вы видели такое вообще? Правильно. Ну, вот в части для штисти градусов. Ну, я, да, вот как раз вот в квантике будет у меня лекция про эти числа треугольные и тераперма при n равно 3. Это как раз связано с... Да, конечно. Это норма, норма соответствующая. Числа Козинштейна. Да, 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 для числа Козинштейна. Нет, слушай, ну точно. Все же, всегда верно. Это Фи. Вот Фи. Все, это Б косинус Фи. Это очевидно А косинус Фи. Здесь Б, здесь А. Да, и это А, Б косинус Фи, и это А, Б косинус Фи. Ну, правильно, вот ты говоришь, как можно пользоваться тригонометрией вместо перекашиваний, а я говорю про то, как можно пользоваться перекашиваниями вместо тригонометрии. Ну, вот такая история. Не, ну мы же должны в конце концов написать здесь 2А, Б косинус Фи, да? А, ну, в смысле, можно не писать, можно сказать просто, что минус 2С. Минус 2С. А С уже действительно. Теорему косинусов для семиклассников. Круто, вообще круто. Слушай, спасибо, это обалдеть просто, какой сюжет. Супер. Ладно, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok